Давайте представим себе, что по земле, не по деревне, но по земле, идет мартышкообразная и идет шеркообразная. Продолжение следует... Итак, то, о чем мы с вами говорили, все равно начали лекция. Положение тела, в данном случае, около горизонтального положения позвоночника, в данном случае, из-за коротких задних конечностей и длинных передних конечностей, положение полувыгранное. При этом, поскольку именно так и поделили, даже в более вертикальном положении, то в течение нескольких миллионов лет вся компоновка подвода и степеней свободы действия суставов, мышц, ухожилий, связок, подобна как раз такому положению. Почему это оказывается важно? Дело в том, что практически все группы приматов рано или поздно пытаются, кроме древесного свода, освоить землю, спуститься на плоскости. Очень наземными являются все павианы. Мака — это существенно более наземное существо, чем мартышки. Но на земле мартышка образная будет себя вести совершенно так же, как любое нормальное млекопитающее. Четвероногий бег, деревья будет пользоваться, если кормится на земле, в качестве укрытия, в качестве точки обзора. Человекообразная, а человекообразная совершенно по-другому. Полувыходное положение, по идее, делает вроде бы неудобным движение на четвереньках. Дело в том, что опираться вот эти, друзья, вот на всю ладошку приматы, так же, как медведи и еноты, относятся к группе стопоходящих. Но дело в том, что брасеатурную кисть так не оботрешься. В прошлый раз показывали, что у нас пальцы появились? Ага. Вот на брасеатурную кисть так опереться нельзя. Поэтому и шимпанзе, и гориллы, когда ходят, опираются совершенно фантастическим образом. Вот так вот, сжимая ладонь. И не на кулаки, мы бы вот так, на кентуса опирались бы. Вот так. А они опираются вот так. На вторую полосу. Вроде бы совершенно дурацкое положение. На ищем. Но, обратите внимание, при попытке заселить равнину. Хорошо. С деревьев спускаются приматы, пошли на равнину. А там на равнину свои жители есть? Другие животные есть? Да. Скажите, они будут рады возникновению новых конкурентов? Нет, не будут. А это значит, надо постараться как-то уйти от конкуренции с старыми, уже хорошо приспособленными к равнине существовать. Мартышко-образная. Активно будут заселять те участки саванн и открытых мест, где есть либо скалы, либо одиночные деревья. Там у них свое преимущество, они лазить умеют. В отличие от большинства жителей равнины. А вот эти ребята оторвались от всех. Дело в том, что в саванне, так же как в наших степях, так же как в прериях, или в Чапарелле, в Южной Абельке, в Австралии, есть одно мертвое время суток. Такое время суток, когда жизнь замирает. Значит, на самом деле, плюс-минус 5 часов от полки. В чем дело? Солнце почти над головой. Температура, ну, в Австралии, там вообще прикольченная, может быть, до 60-ти стены. Так? Но если температура стала выше 35 градусов, какая существеннейшая опасность возникает у любого зверя, который попробовал подвижаться? Ну, перегрев. Перегрев, тепло-температурный шок. Теперь вопрос. А как можно нагреться? Ну, во-первых, нагревает, конечно, воздух из окружающей среды за счет теплопередач. Но на Эквадре основная часть нагрева – это прямая радиация от Солнца. А теперь давайте смотрим. Вот у нас только выпрямая компоновка и четвероногая компоновка. Если мы такого зверя, вот такого габарита, да, заставим на четыре ноги, мы получим вот такое бедствие. Вот он стоит на четырех ногах. А Солнце – вверху. Вот его площадь нагрева. Площадь, которая дает риск перегрева. А у полу выпрямленного – что с площадью нагрева? Солнце. В результате наземные Эйпы, которые формируются как группа примерно 5 миллионов лет назад, занимают совершенно уникальную логическую нишу саванных. Это не территориальная, а хронологическая ниша. Они сохраняют активность, в то время как всем остальным двигаться запрещено. Движение у всех остальных вызвает перегрев. А им, хотя и плохо, но не смертельно. А в результате, когда вся саванна впадает в сиесту, вот эти ребята выходят на кормежку охотом. Надо ли им опасаться атаке сищника? Нет. Все сищники лежат в теньке глубоко выше. Если охотимся, они просто собирают. Хорошо. Загоняем антилопу. Ну понятно же, когда на антилопу там вообще верхом сели, она все-таки побежит. Но что будет через 50 метров с ведущей антилопой? А у нее отключится управление мускулатурой. А вот у этих не отключится. Почему? А другое соотношение массы тела и площадь нагрева. В результате, порядка 5 миллионов лет назад, формируется уникальная в Африке, причем в Восточной Африке, уникальная группа наземных эльпов, которые занимают хронологическую, экологическую нишу. Полуденные охотники. Получили название Австрала-Тетекиа. Слово Австралия что означает? На русский переведите. Восточная региона. Ребята, очень просто. Южный. Австралия это просто Южный континент. Теперь Австрала-Тетекас. Тетекас на русский переведите. Тетек-Антрах. Обезьян. Третек-Антрах переведите. Человек. Человек. Тетекас-Обезьян. Значит, Тетек-Антрах. Обезьяна-Человек. Австралия-Тетек. Южный. Вот это Австралия-Тетеки. Южная-Тетек. О которых, собственно, речь следователь раз и войти. Засемь все.